МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Отношение к нововведению двоякое. С одной стороны, оно вроде как хорошо мотивирует к вакцинации. С другой стороны, многомиллионные убытки для бизнеса. Даже полиция не имеет права просто так у гражданина потребовать документы. На этих кадрах группа активистов. В их руках пачка бумаг. Это 2,5 тысячи подписей жителей края. В понедельник в прокуратуру они приходили несколькими группами. Как итог, более 7 тысяч подписей. Все они за отмену системы QR-кодов. По мнению людей, это прямое нарушение их прав. В ленту можно? Почему? Почему нельзя? Сорговый центр запрещен. В смысле? А как в продуктовый магазин-то зайти? В смысле? В сертификат показывает. В смысле? Необходимо будет обратиться в ФСБ, потому что здесь уже речь идет о госбезопасности, на наш взгляд. Мы видим полностью перевернутую систему иерархии власти. У нас почему-то источником законодательных инициатив стал Роспотребнадзор. Своё коллективное письмо губернатору края написали и владельцы торговых центров. Арендаторы отделов закрывают свои магазины и перестают платить по счетам. Поток покупателей с их слов снизился в 3-4 раза. Хуже только в индустрии спорта, где абонементы на следующий месяц фитнес-зал и вовсе не берут. Клиенты, в том числе вакцинированные, прямо говорят владельцам залов, что боятся потерять деньги, ведь есть риск их полного закрытия. А с понедельника QR-коды будут требовать и при заселении в гостинице и в санатории региона. В отрасли уже готовятся к убыткам, есть первые отказы от брони. Кстати, в санаториях края еще одно нововведение. Устаревшая модель заселения, когда двух незнакомых людей заселяют в один номер, постепенно выживают себя. О реформе санаторно-курортной системы и подготовке к системе QR-кодов расскажет Ирина Корчагина. Легким движением руки эта кровать может превратиться в две односпальные, если гости санатория сами этого пожелают. Еще недавно такого выбора у них не было. Советское наследие – заселять двух незнакомых людей в один номер. И если раньше отдых был нацелен, по сути, только на оздоровление, сегодня еще и на комфорт. Поэтому курортные комплексы региона начали переоборудовать двухместные номера в одноместные, бизнес-комфорт и семейные. Чтобы полностью отказаться от старой традиции заселения двух незнакомцев в один номер, санаториям понадобится 2-3 года. Все больше спрос идет на семейные номера, на одноместное расселение. Согласно аналитике, которую мы проводили, большая часть гостей, которые живут в двухместных номерах, они и так живут там семьями, просто спят на раздельных кроватях, что в принципе нужно искоренять и вводить практику нормальную, поддерживать мировую. А именно 70-80% отдыхающих в санаториях приезжают семьями. Многие предпочитают отдыхать в одиночку. В последние годы двухместный номер, в который заселяли незнакомцев, был популярен в основном среди корпоративных заказчиков. И конечно же я хочу сказать про безопасность. На сегодняшний день стало невозможным заселение двух разных людей, разных возрастов, разных интересов, разных регионов, абсолютно разного образа жизни и заселения в один номер. К тому же это разумное решение в условиях пандемии. С прошлого года санатории края продолжают работать по рекомендациям Роспотребнадзора. Сейчас в санатории готовятся принимать гостей по QR-кодам. Это тоже новые требования к ковидных реалий. Мы считаем, что они вполне оправданы, потому что ситуация по новой коронавирусной инфекции, к сожалению, не улучшается. И какие-то меры дополнительной безопасности, они вполне оправданы. Уже с понедельника санатории гостиницы края будут заселять гостей только при наличии QR-кода, либо сертификата переболевшего, ну или справки о медотвозе. В таком случае требуется и отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа, если у вас медотвод. А вот туристы 60 плюс должны быть привиты в обязательном порядке. Было ожидаемо, что новые ограничения ударят по спросу, но пока в санаториях региона надеются на лучшее. Пока какого-то критичного ажиотажа мы не увидели. То есть все идет в плановом режиме. Есть постоянные движения с бронированием, есть отказы, есть переносы и так далее. Поэтому на данный момент ничего существенного мы не увидели. Конечно же это скажется однозначно, может быть это нас еще только ожидает. Если раньше мы закладывали на недозаезды, на переносы и так далее, порядка 5% от общего количества койко-мест, то сейчас мы этот процент увеличили до 10-15%. Гости с пониманием относятся, тем более, что те гости, которые едут к нам в санаторий, они уже побеспокоились о вакцинации заранее. Большая часть гостей уже приезжает с сертификатами о вакцинации, некоторые приезжают уже с сертификатами о ревакцинации. В турагентствах отмечают, что туризм уже в принципе был готов к новым требованиям, потому что 80-90% туристов, которые путешествовали в этом году в стране и за рубежом, уже были привиты. Путешествия за рубеж, путешествия на наши южные направления, Сочи, Крым, они действовали и летом. Поэтому 80-90% людей, которые приходили к нам приобретать путевки на эти направления, они уже были вакцинированы. Люди сейчас начинают понимать, что для того, чтобы жить прежней жизнью, активно путешествовать и где-то передвигаться, им нужно вакцинироваться. Что касается Алтайского края, только летом в регионе отдохнули почти 900 тысяч человек. Это на 40% больше, чем в прошлом году. Да и сейчас, когда праздничные дни позади, а до Нового года еще полтора месяца, те же санатории Белокурихи заполнены на 90%. За последнюю неделю прививку от коронавируса поставило рекордное количество жителей края – 47 тысяч человек. Некоторые уже пошли на повторную вакцинацию. А между тем, на неделе резко сократились сроки действия сертификатов вакцинации – от года до полугода. Неполадку, конечно, экстренно устранили, но панику в умах она посеяла. Наш корреспондент Валентина Аскерова пообщалась с ведущими специалистами в области эпидемиологии и попробовала выяснить, с какой же все-таки периодичностью нужно защищаться от вируса и какой вакциной рекомендуют прививаться повторно. Как вы думаете, с какой периодичностью это стоит делать? Я еще раз, я не говорю, что это нужно делать. Поскольку у меня одна подруга 15 октября умерла, провакцинировавшись. А вторая сейчас в тяжелейшем состоянии, провакцинировалась три дня назад. Я комментировать раз в полгода или еще чаще раз в год я не могу, зная вот такие примеры. Дайте вакцинацию, потом спрашивайте. Вакцины нету, я считаю так. А вы что-то изучали, смотрели, с кем-то с вами? Ну, я вообще-то изучаю, как бы в интернете, да, смотрю. Да, вакцина, она, наверное, будет помогать людям легче это все переносить. Вакцинацию нужно ставить, если ты не болел, потому что все-таки заражать остальных людей это все-таки не стоит. Ну, я сама переболела, поэтому пока что я не ставила вакцину. Нужно обязательно учитывать, сначала сдавать кровь на антитела, потому что многие этим предупрекают и в итоге вылезают по почке. Эта вакцина, она не от бессмертия. Она у нас только пока сегодня от группы возбудителей штаммовых вирусов. Но она реально спасает и помогает в легкой форме пережить ковид-инфекцию. В очередной раз говорит главный внештатный эпидемиолог края Ирина Переладова и отвечает на основной вопрос, который волнует сегодня горожан. Как часто нужно вакцинироваться? Госуслуги регулируют не схему иммунизации, а регулируют вопрос, до какого времени действителен сертификат профилактических прививок. На самом деле есть распорядительный документ, есть национальный календарь прививок, есть актуальные методические рекомендации по организации проведения прививок. На сегодня, пока мы находимся в условиях развития пандемии, мы прививаемся каждые 6 месяцев. То, что прививаться нужно каждые 6 месяцев, настаивают и преподаватели медицинского вуза. Причина проста – иммунитет сохраняется недолго. На сегодняшний день все исследования, которые проводились, говорят о том, что максимально, в среднем, сколько может сохраняться длительность иммунитета, это около 6 месяцев. И где-то к 9-12 месяцев иммунитет практически угасает, начинает исчезать, и человек становится абсолютно восприимчив к заболеванию. Повторная вакцинация просто необходима. Пока раз в полгода, говорят медики. Уж слишком острая эпидобстановка по заболеваемости в мире. Как только ситуация стабилизируется, возможно, вакцинация будет показана раз в год. Врач-общественник Константин Емешин и рад бы прививаться каждые 6 месяцев. Но ему, как и многим другим, нужна уверенность, что вакцину каждый раз дорабатывают под новый штамм коронавируса. Если мы угадаем вирус, в этом вся особенность в том, что вирус мутирует, белковую оболочку он меняет, он просто переодевается. И получается таким образом, что мы не знаем, с кем мы боремся. Пока избрали такую тактику. Давайте будем чаще ревакцинироваться. Все-таки она доработана? Технология, которая создана, она обеспечивает иммунный ответ. Цифры по заболеваемости и смертности бьют рекорды. Только за прошлую неделю в Алтайском крае с диагнозом ковид-инфекции ежедневно умирало по 30 и более человек. Фронтовые сводки может остановить вакцинация, повторяют эпидемиологи. Чтобы сформировать коллективный иммунитет и не терять массово родных и близких, нужно привить 60% проживающих в регионе. На сегодняшний день привито чуть больше половины. Валентина Аскерова, Александр Антропов, Андрей Печоркин. День с толком. Сегодня от коронавируса разрешено вакцинировать даже кормящих женщин. А еще ранее, в конце августа, Министерство здравоохранения России допустило прививки для беременных. Но что нужно знать будущим мамам, которые решились на вакцину или наоборот не хотят ее ставить, опасаясь возможных рисков для своего здоровья и малыша, мы спросили у главного неонатолога Министерства здравоохранения края Олега Зуйкова. Олег Александрович, в условиях пандемии мы живем уже два года. Вот за это время беременных женщин, которые заболели коронавирусом, а к вам поступают именно такие, больше становится в целом? Да, увы, беременные женщины в данную волну болеют чаще и намного тяжелее. В том числе, часть женщин попадает в отделение реанимации, проходит искусственную вентиляцию легких. И число женщин, практически заболевших данным видом коронавируса, который сейчас распространен в данной волне, то есть практически в пять раз больше, чем в первую волну. С 30 августа этого года было принято решение о том, что вакцинировать и беременных женщин в том числе. А с 15 октября этого года было принято вакцинировать кормящих матерей. В нашей стране были приняты такие. В североамериканских странах, в Израиле решение было принято о вакцинации беременных и кормящих женщин с 20 декабря 2020 года. Поэтому их данные имеют более большой опыт действия вакцины на беременную женщину, на новорожденного ребенка, ну и ребенка, который имеет, так сказать, на грудном вскармливании. Ну вот, кстати, об опыте действия вакцин. Все научное сообщество, медицинское в том числе, оно отслеживает, как вообще вирус распространяется, мутирует, какие последствия вызывает. Я думаю, что вы в рамках своей деятельности, своей компетенции тоже следите за этим. Вот что вы можете сказать в этом смысле? Вообще на какие исследования зарубежные, российские вы в первую очередь ориентируетесь? И что вы можете сказать именно в отношении новорожденных? Первые данные пошли как раз из Китая, в Ухане, когда первая волна случилась в Китае. То есть там из всех заболевших и беременной женщины родилось всего шесть детей. То есть там это было около восьми тысяч заболевших женщин и шесть детей. То есть это очень маленький процент. А данные уже декабря 2020 года, большую выборку в Соединенных Штатах Америки, более десяти тысяч женщин. То там процент заражения детей составлял уже восемь процентов. Что соответственно показывает, что вирус мутирует и он поражает более молодых людей. И детей сейчас отмечается заболеваемость, в том числе и детей до года. То есть если раньше мы говорили, что это лица старше 60-65 лет, это группа риска. Нет, сейчас это молодые, взрослые люди, в том числе и беременные женщины. То есть я правильно понимаю, что ориентируетесь в основном на зарубежные, где есть уже некий опыт, уже какие-то данные сведены. Да, они первые опубликовали исследования параллельные, то есть женщин, которые не были вакцинированы и которые были вакцинированы во время беременности по тому, как протекала беременность и чем закончился исход беременности. И они показали убедительно, что у женщин невакцинированных в 25% случаев были роды преждевременные, недоношенным ребенком, маловесным к сроку гистацию. А у вакцинированных женщин только в 9,4% как в принципе в здоровой популяции. Соответственно, и показали то, что гибель детей внутритробно у невакцинированных женщин, заболевшихся коронавирусной инфекцией, составляла более 15%. В отличие от вакцинированных, у которых 3,2%. Многих же пугает, что если провести вакцинацию, у ребенка может быть какой-то врожденный порог развития. Так вот, у вакцинированных женщин пороки развития были в 2,2%, но они были обнаружены еще до вакцинации женщины в третьем триместре беременности. То есть не прививка повлияла на развитие? Нет, не прививка. Ни один ребенок после прививки мамы во время беременности, после рождения не заболел коронавирусной инфекцией. То есть это достаточно убедительные данные, которые собирались более года уже получаются нашими коллегами. Наши израильские коллеги, они не побоялись вакцинировать кормящих матерей, и начали они это в декабре прошлого года. И первая группа была 84 женщины всего лишь. Средний возраст составлял 34 года, и вот они вакцинировались. Также двухэтапная вакцина, как и имеющаяся у нас спутник, видимо. И результаты получили которые, то есть у четверых детей от кормящих матерей только было повышение температуры легкий насморк в течение трех дней после вакцинации мамы. Но зато получили интересный результат по грудному молоку, который выделял антитела к новой коронавирусной инфекции. И они сохранялись длительно, более шести недель в грудном молоке. То есть мама защищала не только себя, но и своего ребенка, что очень важно. На каком сроке лучше все-таки вакцинироваться? Ведь когда женщина беременна, там очень много нюансов, которые нужно учитывать. Любая вакцинация, она возможна только на сроке старше 22 недель. Когда уже произошла закладка внутренних органов у ребенка, когда они уже созрели. То есть и дальше они только пропорционально увеличиваются в массе. То есть дифференциация и закладка органов есть. Поэтому опасность вакцинации, будь то от новой коронавирусной инфекции, либо от гриппа, или от другой инфекции, которая предоставляет эпидемиологическую опасность в том регионе, не представляет каких-то рисков для будущего ребенка. И процесс изготовления на современном уровне вакцин, он примерно для всех вакцин одинаков. Что для гриппа, что для новой коронавирусной. То есть это давно отработанные технологии. К обычной, к концу беременности, к последним срокам, последним месяцам на организм женщины возрастает нагрузка. Мы все понимаем, плод растет, почки те же должны гораздо больше жидкости перерабатывать. А если, скажем, у женщины есть какие-то хронические заболевания? Надо понимать, что в принципе, что беременная женщина, что обычный человек, он вакцинироваться может вне фазы обострения хронических заболеваний. То есть если на этот момент нет обострения хронического заболевания, то любой человек, в принципе, может быть вакцинирован. Любой вакцин. Если есть, то проводятся соответствующие шаги для того, чтобы снять эту острую фазу заболевания. Но ссылаться на то, что вот есть хроническое заболевание, но оно не в фазу обострения. И, соответственно, это не является противопоказанием к прививке. Нет, но если не в фазу обострения, а если обострилась, допустим, ты берешь, ну не знаю, пилонефрит, частое заболевание у женщин, да? Что делать? Она умеет свои сроки лечения в пределах 10-14 дней. То есть за это время лечат женщину соответствующей. И когда переходят в фазу ремиссии, то есть не обострения, то есть можно спокойно вакцинироваться. Ну, то есть получается, женщина так или иначе должна предупредить все равно врача, если у нее есть какие-то осложнения, убрать. Ну, в разе женской консультации, в принципе, должен знать все об этой женщине, об ее хронических заболеваниях, есть ли обострение или нет. Сразу подчеркну, что любая вакцинация, будь то от новой коронавирусной инфекции, либо другой инфекции, это осознанный выбор взрослого любого человека. Который должен понимать все риски и взвешивать для себя, а беременная женщина еще и для своего будущего ребенка. И уже накопленные данные показывают, что данные вакцинации безопасны. К другим темам. Жители Ярового боятся снова остаться без тепла. Очередной отопительный сезон в курортном уголке края уже традиционно начался с неполадок на местный ТЭЦ. При первых же минусовых температурах из строя вышел единственный рабочий котел. Несмотря на то, что аварию устранили, яровчане уверены, что батареи в домах снова станут холодными уже в ближайшие дни. Почему? И о ситуации с теплоснабжением в Яровом в целом в специальном репортаже Софии Яценко. Мы вот бьемся, 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 бьемся. Уже такие кипы писем понаписали. И все, отписки, отписки, отписки. Сезон новый, проблемы старые. Уже несколько лет жители Ярового встречают зиму холодными батареями и теплыми носками. Причина – уже традиционный выход из строя котлов на местный ТЭЦ, которым на минуточку больше полувека. Несмотря на печальный опыт прошлых зим, в этом году попытка подготовиться к холодам снова провалилась. Ситуация, которая сейчас произошла, она была в прошлом году и в позапрошлом году. Также свищ, также выбила прокладку. В 2019 году была трагическая ситуация, человека не стало. И с года в год одно и то же. На этот раз котел, который должен отапливать город зимой, проработал всего сутки. Несмотря на то, что аварию устранили, на несколько дней без тепла остались не только жилые дома, но и социальные объекты. Родители приносят обогреватели в садик. Это называется возвращаться в каменный век. Но это все смешно, вот честное слово, и несерьезно. Яровчане не раз обращались к местной власти с просьбой построить котельную взамен ТЭЦ, которая не справляется со своими задачами. Даже слышали в ответ о нескольких проектов. Однако дальше слов дело так и не пошло. Мы откажемся от этой махины, которая сжирает все пенсии и зарплаты нашего народа. Но вот уже сегодня совсем другой год, а это все оказалось словами. Деньги вкладываются в реконструкцию старой, никому не нужной ТЭЦ, которую нужно просто бульдозером снести. И вот это путь в никуда. Можно, ведь есть понятие старения, усталость металла. За 50-70 лет котлы уже просто изжили свое. Насколько максимально температура поднималась? Ну, градусов 18, не больше. Даже 15. И это при условиях плюсовой температуры на улице. Сколько градусов может быть зимой, жители вспоминают с ужасом. В повторяющейся из года в год ситуации винят не только местную власть, но и краевую. Своими словами власть вызывает недоверие к себе. И то, что вот они говорят, мы просто боимся, что когда будет минус 25, полетят все котлы. И тогда вообще город замерзнет. Если ты не можешь руководить, уйди. Может быть, найдется достойный человек, который выведет это положение. Я надеюсь, что все-таки наше руководство края сделает выводы и исправит это положение. Тем более мы обращаемся неоднократно. Третий год подряд. Сколько можно? Мы считаем, что это краевые власти в первую очередь допустили такую ситуацию, которую мы сегодня расхлебываем. Так, вот сейчас 15 градусов. В местном храме, несмотря на то, что отопление вроде как дали, батареи остались холодные. Согреваются здесь только обогревателями. Жаль детей. Особенно грудничков. Мы-то ладно, оденем носки, теплые халаты. А таких деток очень жалко, что они простыхают, болеют. Даже когда иду я, вот, видно в детском садике меньше детей. А это и есть та самая ТЭЦ, которая должна обогревать весь город. Но вместо этого температура в холодное время в домах чуть выше, чем на улице. А вот тарифы на тепло продолжают расти. А местная власть проблемы людей словно не слышит. Получить комментарий в городской администрации нам не удалось. Дверь закрыта. Личный прием граждан временно приостановлен. Связаться по телефону также не получилось. О том, что сейчас происходит на теплоэлектроцентрале, рассказал ее новый директор. Мы запустили в работу 10-й котел, который вызвал некоторые проблемы в эксплуатации. Вот. Мы его запустили. Он работает нормально. Восстановили генерацию. На данный момент проблем по обеспечению города теплом, электрической энергией, горячим водоснабжением. Упьи так нет. Несмотря на то, что ответственные уверяют, работа налажена, люди по-прежнему сомневаются в качестве выполненных работ. Масло в огонь подлил и ролик о взрыве, который горячо обсуждает в соцсети. Его автор, работник ТЭЦ, решил поделиться видео с сыном. Последний выложил его в интернет. По словам блогера, теперь у его отца могут возникнуть серьезные проблемы. Но когда его вызвали к руководству и спросили, он не стал ничего отрицать. Спросили, это ты снимаешь? Он сказал, честно, да, я. После этого ему активно начали намекать, что сейчас еще будут проводиться разборки с намеком, что, скорее всего, его уволят. Сам автор ролика от комментариев пока отказался. О том, какая судьба его ждет, вопрос открытый, так же, как и ситуация с теплоснабжением города предстоящей зимой. А между тем, всю неделю в городе работали сотрудники Следственного комитета края. В ближайшее время они должны дать оценку действиям должностных лиц. Но уже сегодня известно, что на ТЭЦ снова сменился руководитель. Прежний не продержался там и месяца. София Яценко, Андрей Печоркин. День с толком. На этой неделе Россию, в том числе Алтайский край, накрыл сейл. Событие ежегодное и крайне приятное для многих. Думаю, вы уже догадались, что речь идет о Всемирном дне распродаж. Но есть ли вера в красный ценник? В следующем материале моя коллега Анастасия Наборщикова попытается ответить на этот вопрос. Такая реакция на красный уже не удивит. День распродаж – событие ежегодное для всего мира. Люди верят и ждут эту возможность экономии. Но правда ли скидка – знак любви к покупателю? Многие уверены – это маркетинговый ход. Это все неэтично. Это все отшивается в странах третьего мира за какие-то копейки. Плюс качество. Дарья Грузинская – владелец винтажного магазина. Ее товар – ее находка. Все эти вещи девушка приобрела в секонд-хенде. Сегодня она убеждена, что день скидок – это еще один способ заработка и сбыта старой коллекции. У нас, в странах СНГ, это все вообще абсолютно неактуально. В Америке у меня девчонки знакомые живут. Они ходят на эти «Черные пятницы», там действительно суперкрутые скидки. Но не у нас. Это бизнес. Это исключительно бизнес. Каждый хочет заработать. И 11-11 – это отличный маркетинговый ход. Такое мнение опровергают и тут же подтверждают цифры. В «Черную пятницу» прошлого года одни только онлайн-площадки заработали почти 40 миллиардов рублей. Средний чек на электронную технику составил 15 тысяч, а на одежду – 8. Нюанс лишь в том, что все эти деньги уходят в страны-производящие. И это больно бьет по нашей экономике. Тот же Китай и другие страны Юго-Восточной Азии показывают нам пример того, что создав экономику производящую, став мастерской мира фактически, если мы хотим стабильность, устойчивость в своем развитии и меньше проблем, то баланс между сырьевым экспортом, торговлей сферы услуг и производящими отраслями должен быть достигнут. Это значит, что нужна своя площадка со своим производством. Причем без перекупа. Иначе какой смысл? Деньги также будут ускользать китайцам. Но сегодня из популярного нашего ничего нет. Веришь, что это действительно экономит твои деньги? Я верю, что это выгодно всем. Я не хожу по распродажам. А зачем мне это надо? Нет, мы онлайн закажем. Так или иначе, сэкономить можно. И для этого нужно время. Оба наших эксперта советуют мониторить цены в магазине. Тогда вы сами сможете ответить на вопрос – скидка или обман. Анастасия Наборщикова, Вадим Быстревский. День с толком. Несмотря на заметный рост числа онлайн-продаж, мировую экономику штормит. Из-за ковидных ограничений срываются поставки товаров и растет стоимость грузоперевозок. Что касаемо России, то общая покупательская способность в стране падает и особенно в нашем регионе, считают эксперты. Одна из основных причин снижения уровня жизни – значительная инфляция. О том, какие факторы влияют на этот процесс и как сохранить свои финансы, расскажет кандидат экономических наук Анатолий Ижболдин-Кромберг. Если говорить о краткосрочном периоде, то экономика находится в определенном равновесном состоянии. То есть какого-то резкого изменения ситуации ни в сторону роста, ни в сторону падения не наблюдается. В долгосрочном плане, конечно, у нас ситуация постепенно ухудшается. Инфляция ускоряется. То есть если брать последние три года, допустим, то у нас до пандемии была тенденция снижения инфляции. Ну, по крайней мере, официальная инфляция. То есть та, которая соответствующими органами статистики и Центробанком, который отвечает за эти показатели, фиксировалась. То есть она укладывалась в таргет, как они это называют, примерно в районе 4%. За последние два года она примерно в два раза, ну, согласно официальной статистике, выросла. А с точки зрения ожиданий ценовых, это тоже такой термин, который специалисты применяют, она еще несколько выше. То есть ценовые ожидания дают показатели 12-15%. То есть и общая тенденция в силу массы факторов внешнего и внутреннего порядка на перспективу указывает на рост цен. Такой базовый совет состоит в том, чтобы стараться сохранить возможности занятости, потому что потеря работы в любом случае очень серьезно все проблемы обостряет. Поэтому нужно стараться держаться за то рабочее место, которым ты обладаешь. И очень квалифицированно и со знанием дела подходить к вопросу вложения денежных средств. То есть, к сожалению, большинству из нас в обозримой перспективе придется экономить. Для того, чтобы защитить себя в такой ситуации, нужно очень хорошо считать свои деньги и следить за тем, чтобы лишнего не тратить. Заработать в нынешней ситуации, проинвестировав средства куда-либо, очень сложно. То есть, для этого нужно обладать и соответствующими компетенциями, и свободными денежными средствами, которые, к сожалению, исходя из того, что мы сказали, у многих просто не хватает. Алтайские фермеры больше не смогут продавать домашнее мясо, если животные были забиты на подворье, а не на бойне. Это решение было принято противоэпизоотической комиссии на уходящей неделе. Фактически, оно станет убийственным для крестьян, жизнь которых во многом зависит от реализации скота. Но кто еще может пострадать во всей этой истории? Наверное, вы уже догадались сами. 11 ноября во всем мире начинается распродажа. У алтайских мясников продажа заканчивается. На заседании противоэпизоотической комиссии для крестьян звучит фактический приговор. Фермеры больше не смогут продавать домашнее мясо, если оно забито в подворьях, а не на сертифицированной бойне. Ветеринарная служба края просто не будет выдавать им сопроводительные документы, как это было раньше. Угроза возникновения Африканской чумы свиней на территории Алтайского края, она наивысшая на сегодняшний день. Потому что все факторы для возникновения данного заболевания у нас с вами имеются. Мне бы не хотелось здесь вместе с вами собираться и обсуждать вопросы, каким образом мы будем ликвидировать заболевание. Ни в коем случае, потому что это будет гораздо сложнее и ударит по карману не только региону, но и каждого жителя, кто имеет сегодня домашних животных у себя в подворье. Это решение откладывалось несколько лет. Возможная вспышка Африканской чумы – лишь один из аргументов, почему так называемое нелегальное домашнее мясо должно исчезнуть с прилавков. Дальше разговора о послаблении идти не может по причине следующих моментов. В первую очередь связана с присвоением в 2022 году Всемирной организации здравоохранения животных Алтайскому краю статуса территории благополучной по ящеру. Если не будет введен запрет на забой скота вне боинских, то значит мы этот статус не получаем. Это лишит край возможности вывозить мясо в другие регионы и поставит крест на экспорте. На сегодня в регионе насчитывается около 150 боин. Половина из них работает с частниками. Только бойни есть далеко не в каждом районе, а значит теперь это расходы на логистику, на сам забой. На этой карте обозначены как раз желтым цветом у нас те муниципальные районы, в которых в принципе отсутствуют боинские пункты. В красном выделены два района, где буинские пункты есть, но они работают только исключительно на свинокомплексы. И поэтому с личным подсобным хозяйством там убой в принципе невозможен. У нас в пределах 483 тысяч личных подсобных хозяйств. Но это специфика региона аграрного, где 44% населения. И в общем это достаточно серьезный шаг, да, то есть и с точки зрения продовольственной, так скажем, безопасности, потому что эта продукция все равно частично поставляется нам с вами, горожанам. Вполне возможно, нужно накладывать моратории, да, и в том числе пока не будет создана инфраструктура. А ведь для тысячи людей это основной источник дохода. Юрий Фридц ранее в интервью нам уже сказал, что новые правила – жирный гвоздь в крышку гроба малого предпринимательства. Эксперты ждут роста цен на мясо на 15-20%. Этот тренд, он нацелен на поддержку и, наверное, в моем понимании пролоббирован крупными торговыми сетями, мясопереработчиками, крупными холдингами. То, что мясо будет дорожать, наверное, уже однозначно можно об этом сказать. Это не радует как предпринимателей, так, наверное, и потребителей, покупателей наших граждан. Но такова действительность, то есть вот эти ограничения вводимые, они всегда приводят к росту издержек, издержек, как следствие, к росту цены. Прогнозируйте, насколько поднимется цена на мясо после вашего решения в Украине? Я не думаю, что цены на мясо вырастут. Цена меняется постоянно, и я еще не видел последние годы, чтобы цена становилась ниже. Станет ли от этого лучше покупателям, фермерам – вопрос, на который, наверное, не нужен ответ. Сами мясники, кстати, не исключают, что сейчас мясо начнут продавать в Ватсапе, одноклассниках, какие-нибудь туши с трехинеллой. Вот тогда уже точно исчезнет какой-либо ветеринарный контроль. Ирина Корчагина, Вадим Быстревский. День с толком. На ситуацию пытаются повлиять и в Общероссийском народном фронте. Региональное отделение уже давно обозначило свою позицию. В крае целесообразно продлить отсрочку на запрет продажи домашнего мяса, пока не будет создана необходимая инфраструктура. Ведь как минимум в 20 районах края нет боинских пунктов. Накануне в ОНФ отправили письмо главному прокурору Алтайского края с просьбой провести проверку. Общественники надеются, что в прокуратуре дадут оценку тому решению, которое приняла комиссия. На этой неделе весь мир отмечает 200-летие со дня рождения звезды литературы мировой величины. Речь идет о Достоевском – классике, которого еще при жизни называли пророком. Федор Михайлович имеет непосредственное отношение и к нашему региону. Он шесть раз бывал в Парнауле. Но, несмотря на это, а также всемирную известность писателя, его юбилей у нас отпраздновали скромно, в отличие от других российских и зарубежных регионов. Эти глаза вновь взглянули с афиш. Сегодня вечер Достоевского проходит в библиотеке имени Шишкова. В небольшом кругу читателей помнят мирового мыслителя. И вот это произведение Достоевского… Чаще всего вспоминают музеи истории и литературы, где любят рассказывать о ссылке Достоевского в Сибирь. Тогда Федор Михайлович и посетил Барнаул. География его путешествий уникальна своими масштабами. В своих дневниках с любовью он вспоминает лишь наш город. Если будет возможность говорить и хлопотать о переводе моем в статскую службу именно в Барнаул, то ради бога не оставляйте без внимания. Если возможно говорить об этом с Гасфортом, то ради бога поговорите. А если можно не только говорить, но и делать, то не упускайте случая и похлопочите о моем переводе в Барнаул в статскую службу. Сибирская история писателя полна пробелов. Охотно их закрывает Елена Сафронова. Как филолог она убеждена, городу нужен свой памятник Достоевскому. Сейчас доктор наук на международной конференции в Санкт-Петербурге. О задумке рассказывает ее коллега. Проект этот называется «Достоевский возвращается в Барнаул». Ну вот он возвращается очень длительно. Как-то вопрос не решается, хотя грантовые средства выделяются. Но все-таки памятника пока нет. Поэтому мы очень надеемся на то, что как-то руководство города осуществит эту долгожданную идею филологов. Сегодня нечто подобное есть в Омске. В гадком городишке, как писал Достоевский. В Заринске и Новокузнецке стоят верстовые столбы. В Кузбассе запущен стилизованный поезд. Наш бренд Достоевского еще в пути. Видимо, любовь писателя была в одностороннем порядке. Анастасия Наборщикова, Вадим Быстревский. День с толком. День с толком.